Вопросы газификации, ремонта дорог и приведения в порядок тепловых сетей волновали жители Тверской области, которые в пятницу 27 августа пришли на прием губернатору Игорю Рудене. Проблемы касались как небольших деревень, так и крупных районных центров. О том, какие решения были приняты по итогам общения с гражданами, рассказывает наш корреспондент. Жительница села Паречье Беженского района Татьяна Яценко на прием к главе региона Игорю Рудене приехала с наболевшей проблемой. Долгое время сельчане добиваются ремонта единственной дороги, которая связывает их населенный пункт с районным центром. Она была введена в эксплуатацию еще в 90-х, и с тех пор ремонта на ней не было. Дорога асфальт, асфальтированная была. И сейчас эта дорога, если можно сказать, после бомбежки, дни Рытвиной ямы. Проехать ее уже невозможно. Вот в таком она состоянии. По результатам общения с Татьяной Яценко глава региона подчеркнул, что в течение двух недель на дороге должен быть выполнен ямочный ремонт. На 2022 год объект включен в план дорожных работ. А жители деревни Скулинок и морского района вот уже около двух лет добиваются газификации своего населенного пункта. В деревне проживают около 300 человек, и каждый из них ждет не дождется, когда в его дом придет голубое топливо. Проектная документация уже сделана главой поселения Центрального, но, к сожалению, какой-то стоп наступил. Хотелось бы помощи от губернатора продвинуть эту программу. Как отметил Игорь Руденя, вопрос с газификацией территории решится в ближайшее время. Деньги на Кимирский район, на дополнительный объект, у нас были выделены. Конкуренты процедуры сейчас стали реализацией. И по проекту договора, который будет выполнять организация, включающую газификацию, у вас планируется до 1 декабря, в ноябре, сделать газификацию и подключить вас к газу. Поэтому надеюсь, что первый месяц зимы вы должны встретиться с газом. В городе Нелидово проблем с газом нет, но есть перебой с горячей водой и теплом. Часть города остается без горячей воды в середине лета, и когда ситуация изменится, непонятно. В одном из районов дали 17 августа. Центральная часть города остается без горячего водоснабжения. Обещают дать 31 августа, но мы это уже слышали. Постановление написано по 13 сентября, но многие говорят, что по 1 октября. Губернатор отметил, что сейчас завершается восстановление теплотрассы после ремонта в центральном районе Нелидова. 31 августа должна начаться подача горячей воды. Вопрос находится на личном контроле главы региона.